Приветствую вас, дорогие друзья! Вы на канале Жанны Фетисовой. Сегодня мы вместе сделаем очень быстрый простой макияж бронзовый. Вместе с подготовкой и уходом на этот макияж вы затратите не более 10 минут. Вначале я очищаю лицо от излишков уходовых средств с помощью тоника. Это японский тоник Топлан с концентратом Сакэ. При возрастной и сухой коже под глазами увлажнение обязательный этап перед макияжем. У меня будет крем от Derma Air с гиалуроновой кислотой. Наношу его легкими движениями с помощью безымянных пальцев. Далее я буду использовать увлажняющий крем от Reviva Labs на все лицо. Этот крем служит мне увлажняющей базой под макияж. И пока мой крем впитывается, я нанесу на ногти прозрачную закрепляющую жидкость от Evoline. База под макияж от Eva Mosaic позволит моему макияжу быть более устойчивым. Все косметические средства находятся в моем проекте использовать по максимуму. Сахарно-кофейный скраб от Elf поможет моим губам быть безупречными. Остатки масел снимаю салфеткой. Кстати, скраб очень вкусный. Далее в качестве увлажняющего бальзама наношу плампер от Elf. Вторую сторону этого карандаша, корректирующую, также для губ буду использовать в качестве корректора для лица. Этот корректор очень плотный и прекрасно убирает покраснение вокруг носа и на подбородке. Далее использую тональное средство от Avon, которое находится в моем проекте. Буду смешивать тональное средство с легким хайлайтером от Elf. Наношу немного на тыльную сторону руки и добавляю хайлайтер, смешивая оба средства, а затем наношу на лицо, как крем. Распределяю пальчиками. Немного наношу на ушки. Далее вторую сторону корректора в лососевом оттенке от Elf буду использовать под глаза. Наношу только в область синячков. Лососевый прекрасно перекрывает синий. Это хороший увлажняющий консилер. Далее прочесываю брови, поднимая волоски вверх. С помощью плоской кисточки и чуть-чуть оливкового оттенка из моего набора тени от Avon заполняю межбровное пространство. Затем прочесываю брови и закрепляю прозрачным гелем от Luxe Visage. Светлым карандашом от Eva Mosaic высветляю подбровное пространство. С другой стороны у него находится кисточка. Далее плоской кистью наношу на всю поверхность века светлый оттенок. Этот оттенок служит базой для растушевки всех остальных сухих теней. Оттенком, который был использован для заполнения бровей, я прорисовываю складку века. Все кисточки от EcoTools. Для легкого дневного макияжа такой корректировки вполне достаточно. Однако сегодня мы делаем также несложный, но все-таки бронзовый макияж. Беру бронзовые тени из того же самого набора. Наношу их пальчиком на все подвижное веко и немного в складку. Пушистой кистью растушевываю переход от темного к светлому цвету. Тот же самый светлый оттенок я кладу и под бровь. Самый темный шоколадный оттенок из этого набора подойдет для прорисовки стрелки. Осыпавшиеся тени стряхиваю кисточкой. Это кисть от Gouche. Стрелка получается очень дневной и мягкой. База от Evaline поможет мне увеличить объем ресниц. Она имеет белый оттенок, который затем перекрывается тушью. Я буду использовать тушь от Essence, она также в моем проекте. Тушь наносится легче, если база еще не высохла. Тени-однушки от Demi из моего проекта в номере 714 прекрасно подходят для подчеркивания скулы. Это правильный серо-коричневый оттенок. Перекрываю скульптор бронзером, слегка поднимаясь выше. Очерчиваю овал лица. Правильно подобранный оттенок бронзера, у меня это бронзер от Evaline, придаст вашему лицу хороший здоровый вид. И нос. Пушистой кистью от Goosh наношу метеориты. На лицо, а также немного на шею. Далее той же кистью наношу румяна в шариках. Излишки румян сдуваю с кисточки, чтобы не поставить пятно. Румяна поднимаю немного выше, чем бронзер. Они освежают лицо. Персиковая помада от Evaline прекрасно подходит к этому образу. Вот такой макияж у нас получился. Теперь закрепляю макияж с помощью алоэ вера. Это гель, который превращается в воду при разбрызгивании. Диора Дикт. Аромат из моего проекта. Наношу немного замочки у шеи и на запястье. Если макияж вам понравился, жмите пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал, нажав на портрет. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Я желаю вам удачи. И будьте благодарны за все, что имеете. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok